Привет, девчонки! Хочу сегодня снять очередное видео о моих последних покупках. Что хочу сказать? Просматривала видео некоторых девчонок и меня очень привлекла марка Belle. Причем настолько, что мне очень захотелось приобрести себе в коллекцию тени этой марки, но не все подряд. Соответственно, я остановилась только на трех палетках. Сошлюсь на видео Кохка Зе Кэт. У этой девочки мне очень нравятся видео. Она очень содержательно рассказывала об этих тенях, свое мнение и так далее. В общем, заинтересовала меня. Я решила прикупить. Но, как водится, наверное, не всегда удается то, что задумано. Сразу. Я искала в разных магазинах, но почему-то эта марка действительно очень-очень слабо представлена. среди косметики на прилавках. Во всяком случае, в моем городе. Искала я долго. Наверное, около месяца. Мне не удавалось найти. Я видела разные экземпляры помад этой фирмы. Причем не самые лучшие, я бы сказала. А такие, знаете, совсем плотные. Совсем, видимо, очень-очень, может быть, давнишних коллекций. Ну, в общем, мне не удавалось. И тут случайно набрела на эту марку в одном из отделов на рынке, где продавали, вот, в общем-то, косметику. Увидела одну из палеток. Палетка была вот эта. Вот такая вот палеточка. Сейчас скажу, что это за номер. Номер палетки 401. Это первый. Камера плохо фокусирует. Ну, вот-вот. Fashion Color. Значит, палетка это была первая из тех, которые я приобрела этой фирмы. Что-то там попало. Секунду. Вот. Значит, чем хороша эта косметика? Мне действительно понравилось качество теней. Но я должна сказать, точнее согласиться с одним из блогеров. Не могу сейчас точно припомнить ее ник. Но вот действительно вот эти вот темные тона, вот такие вот, они не совсем отдают цвет при нанесении на веки. Несмотря на то, что цвет вот такой очень красивый, не удается нанести его на подвижное веко действительно вот в том же виде. Как вы видите, присутствует небольшое количество шиммера. Все тона очень-очень красивые. Тени очень действительно по-настоящему мягкие. Я бы сказала, что не каждой кисточкой их можно нанести. Здесь я как бы вот солидарна с другими блогерами. Тени немного сыпятся, но им это можно простить, потому что тона действительно по-настоящему красивые. Я читала на сайте компании Белль о том, что вот даже их визажисты рекомендуют нанесение этих теней лишь на вот эту базу, которая специально подобрана и специально разработана. Такая сатиновая база. При растушевке я бы сказала, что она такая вот становится ну вот немного перламутровая. На ней действительно тени как-то вот ну ярче что ли, да, выглядят. Мне понравилось. Я попробовала. Не могу сказать, что вот этот вот первый тон, который вот этот вот, он достаточно яркий. Он скорее такой темный становится, близкий к серому. Но в любом случае палеткой я довольна. Из пятерки лишь один цвет, который меня не очень устроил, но терпимо, терпимо. То есть как бы при определенной сноровке я думаю, и с этим цветом можно договориться. Вот. Следующая палетка, которую я приобрела, точнее не одну, а сразу две, я уговорила девушек, которые вот занимаются как раз комплектацией, или я не знаю, как это правильно сказать, в общем, подбором косметики для продажи, я уговорила их привезти всю линейку Бель, и соответственно они вот спустя какое-то время, если быть точно, по-моему, почти две недели я ждала, периодически заходила, выходила, вот, в общем-то, они привезли. Линейка Бель представлена довольно широко, если я не ошибаюсь, там больше пяти палеток, тона, есть холодная подборка тонов, есть вот более теплые, которые мне нравятся, да, вот, но тем не менее, я как бы вот выбрала эти. Давайте сразу скажу, что это за палетки, одна это 403, вот такая вот палеточка, вот, здесь она так представлена интересными такими тонами, вот смотрите, коричневый, какой интересный тон, вот этот вот розовый матовый, этот сатиновый, белый тоже сатиновый, и этот вот с таким мелким шиммером, такой какой-то кофейно-шоколадный, не знаю, или горький шоколад, какой-то вот такой цвет. Дальше, следующая палетка, это палетка номер 406, 406, ну, это вообще такие натуральные очень оттенки, сейчас я вам ее покажу во всей красе, вот, вот такой вот шиммер у этой палетки, вот этот вот бежевый цвет, он сатиновый, не матовый, коричневый, как раз матовый, прошу прощения, чем мне нравятся эти палетки? В палетках представлен обязательно тон матовый, не всегда он светлый, как бы иногда темный, представлены тени с мелким шиммером, я бы не сказала, что шиммер как-то очень сильно видно на глазах, несмотря на то, что вот при ближайшем рассмотрении, как бы, ну, видно, да, что есть все равно какой-то мелкий шиммер, на глазах его сильно не видно, акцента нет, вот белый, я бы сказала, что он ничем не отличается практически от вот этой вот базы, вы сами видите, буквально, может быть, легкий оттенок розового, ну, и вот этот розовый цвет, такой приятный, ну, красивый, прошу прощения, в общем, в целом, меня палетка порадовала, я довольна очень этим приобретением, тона все так же мягкие, сразу скажу, что кисточками наносить их все-таки не всегда удобно, точнее, повторюсь, почему неудобно, потому что они немного сыпятся, немного, самую малость, но это только при нанесении, на самом деле, на глазах они нисколько не осыпаются, не скатываются, я наношу тени без базы, и, в общем-то, они прекрасно держатся, ну, естественно, базу я использую только вот, вот то, что здесь предложено, никакой другой я не использую, ни знаменитой Urban Decay, ничего такого, нет, все гораздо проще, вот, следующая палетка, о которой я хочу вам рассказать, это 406, очень она мне понравилась, тона здесь вот, ну, просто, не знаю, на мой вкус, я брюнетка, они мне абсолютно все подходят, они, ну, даже вот этот вот, желто-коричневый, такой интересный цвет, матовый, коричневый такой, и вот, сатиновый, бежевый, опять же, он не сильно отличается от основной базы, то есть, как бы, буквально немножко, совсем немножко, вот, тени, соответственно, тоже мягкие, тоже хорошо наносятся, честно говоря, мне больше нравится их наносить, такими, знаете, вот, кисточками со спонжиками небольшими, они гораздо мягче, гораздо лучше ложатся, и лучше отдают цвет, ну, это вот, так я приспособилась, я должна признать, что этот способ меня устраивает, тени прекрасно передают цвет, поэтому, девчонки, попробуйте, я рекомендую, в общем, тени Belle Color Fashion, вот, три палетки, собственно говоря, они мне очень понравились, дальше, некоторое время назад я снимала видео о том, что попробовала вот такую вот палетку, от L'Etoile, она мне очень понравилась, все тени такие сатиновые, с легким шиммером, вот, и у меня палетка 902, не знаю, сфокусирует камера или нет, не хочет, в общем, я хотела попробовать 904 палетку, из этой же коллекции, хотела попробовать, почему, потому что там были такие интересные оттенки кофейного цвета, она вся в таких коричневых, нудовых тонах, но, меня совсем не радует стоимость этой косметики, на самом деле, я не считаю, что это какой-то прямо раскрученный бренд, L'Etoile, чтобы вот за такую цену, вот такие вот палетки продавать, 599 рублей, ну, это дорого, можно найти аналоги, значительно дешевле, и, ну, как бы, извините, это не Chanel, это не Dior, ничего такого, как бы, для меня это неприемлемо, отдавать такие деньги за вот, за это, вот, хотела я попробовать эту палетку, 904, недавно пришла смс, об очередной акции, что вот в L'Etoile, скидка 40% на любимые ароматы, и любимую косметику, обрадовалась, думала, куплю с хорошей скидкой, палетку попробую, наконец, но, когда пришла, мне, консультанты, любезно, просветили меня о том, что, скидка только на ту косметику, и только те ароматы, которые они считают нужным, соответственно, они их выставили на отдельные столики, и, в общем-то, ну, я не нашла для себя ничего там такого, то есть, как бы, все мои надежды рассыпались в прах, я решила прогуляться, как бы, по магазину, посмотреть, что к чему, как бы, честно говоря, в последнее время L'Etoile меня вообще расстраивает, я даже, наверное, скоро вообще перестану туда ходить, потому что, очень серьезный конкурент у этой компании, парфюм-лидер в нашем городе, почему конкурент, потому что, L'Etoile, все чаще в магазинах, я вижу, что, допустим, очень плохо пополняются запасы этой косметики, допустим, тот же элементарный Max Factor или Maybelline, вообще сложно найти в этих магазинах в полном составе, ну, безобразно вообще пополняются все вот эти вот прилавки, я понимаю, что там люкс-косметика, она хуже продается, потому что она, как правило, такая вот, ну, стоимость высокая, бренды и все такое, ну, а тем не менее, вот, не нравится мне все больше обслуживание в L'Etoile, если раньше они хотя бы пробниками могли как-то заменить к себе аудиторию, то сейчас и эта сторона не является больше их сильной, потому что все чаще я и от знакомых слышу, кто работал в L'Etoile и вообще в L'Etoile, что они таскают домой все вот эти вот пробники мешками, потом приходишь, спрашиваешь, консультанты вежливо опускают глаза, говоря о том, что, ой, вы знаете, нам еще ничего не привезли, и хоть сколько раз вы будете приходить в этот магазин, у вас больше уже не будет возможности попробовать нормально какие-то новые средства, чтобы сделать какой-то вывод, приобрести что-то, в общем, не нравится, не нравится мне все больше обслуживание в магазинах L'Etoile, это вот два магазина, которые я только знаю в нашем городе, в Тюмени, это вот в Панаме есть, L'Etoile безобразное просто обслуживание, в общем, не нравится, в общем, походила я, походила по магазину, побродила, раз эти тени мне вот не удалось 904 палетку купить, точнее, не удалось, я передумала, потому что отдавать 600 рублей за вот эту палетку, ну, не знаю, несмотря на то, что у меня как бы скидка максимальная по карте в этом магазине, я решила присмотреться к другим теням, и как-то вот остановила свой взгляд на косметики Revlon, я очень много наслышана об этой косметике, косметики, опять же, с сайтов Ковка Закет, с сайтов, прошу прощения, с видео Ковка Закет, она очень много говорила о тональных основах этой компании, что, в общем-то, действительно, очень много информации о том, что они являются лидерами по продажам косметики во всем мире, но тем не менее, вот как бы я с ними очень слабо была знакома, и решила, в общем-то, вот попробовать две таких палетки, одна палетка называется, называется Attitude, вот такая, это 545-я палетка, средства для глаз, тени компактные для век, четырех оттенков, 16 часов, Attitude, Attitude 545-я палетка, вот, это вот такие тона, я бы сказала, я на самом деле, почему-то, когда пробовала там в магазине, решила, что они сатиновые, на самом деле, сегодня я тестировала эту палетку, пришла к выводу, что все-таки, вот кистями наносить эти тени, очень сложно, действительно, лучше вот этими спонжиками, такими, вот, они мягче ложатся, меньше осыпаются, вообще, тени сыпятся, конечно, это не самый такой, вот, серьезный, как бы, недостаток, я бы не сказала, что эти тени имеют какие-то серьезные недостатки, приятные тона, очень матовые, на лето, я думаю, самое то, пока не скатались, не знаю, наносила без базы, пока довольна, единственное, что вот, я бы сказала, что вот этот вот розовый цвет, он очень трудно отдает свет, и как бы, приходится несколько слоев его наносить, чтобы ощутить вот этот вот его пигмент, вторая палетка называется у меня Addictive, 500-я палетка, также в четырех оттенках представлено, это такие вот нудовые оттеночки, аналогичным образом тени сыпятся при нанесении кистями, неважно, натуральный ворс или какой-то другой, но вот, тем не менее, тона, быстренько покажу вам сводчи, чтобы видео сильно не затягивать, вот такие вот сводчики, тени очень матовые, очень мягкие, повторюсь, немного сыпятся при нанесении, затем, ничего не осыпается, все замечательно, вот, и, как бы, ну, в целом, я довольна покупкой, довольна почему, сейчас вам расскажу, вот, вот это вот эти-то, надо, с этой вот палеточки, ну, тоже такие матовые, приятные, я довольна, в общем, смотрите, если покупать, даже две палетки L'Etoile, вот таких вот, 599 рублей, это 600, в среднем 1200, с максимальной скидкой 25%, все равно получится такая существенная сумма, очень существенная, и, ну, я не знаю, я готова заплатить за Dior, я готова заплатить за Chanel, но я не готова отдать за L'Etoile такие деньги, я не думаю, что она стоит столько, вот, Revlon, вот такая вот палетка стоит, прошу прощения, 469 рублей, с максимальной скидкой, вот две палетки мне обошлись, порядка 700 рублей, вот, в целом, я не могу сказать, что это прямо супер удачное, самое лучшее приобретение, но качеством теней я довольна, они матовые, они приятные, они, если к ним приспособиться, в плане нанесения, это очень даже ничего, вот, в общем-то и все, спасибо, девчонки, за внимание, пишите мне отзывы,